МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вечерний факт и студия Анна Горлова. Здравствуйте. Подведем итоги этого дня и вот некоторые его темы. Разделять и утилизировать. Сегодня работу модернизированного мусорного полигона в Белореченском районе проверили губернатор и прокурор региона. В какой-то степени ЕГЭ, наверное, и рулетка. Ставки сделаны, предметы выбраны. 11-классники готовятся к ЕГЭ, а учителя изучают рассадку учеников и меры безопасности на экзаменах. Если у ребенка имеются опасения, то необходимо незамедлительно позвонить своим родителям. В Краснодаре нашли мужчину, который преследовал школьницу. Расскажем подробности происшествия, о котором говорит весь город. В Анапе песок. Это такая фантастическая вещь. Детям песок, взрослым вино и воздушные шары. Как прошел в Анапе фестиваль «Амур и фест» и кого в новом летнем сезоне вытеснят дроны. Губернатор Краснодарского края и прокурор региона сегодня проверили работу мусорного полигона рядом с Белореченском. Опрос за хранением отходов в районе стоит остро. Вениамин Кондратьев, Сергей Мтабельским сначала с воздуха посмотрели на действующую площадку, после чего отправились на сортировочный комплекс, где и отходы разделяют на пластик, стекло и бумагу. Но линию запустили и в прошлом году. О деятельности полигона говорили уже позже. На совещании Яна Музычкина расскажет подробности. Масштабы мусорного полигона в Белореченском районе особенно хорошо видны сверху. Губернатор Краснодарского края, прокурор региона и руководитель Южного межрегионального управления Росприроднадзора внимательно всматриваются вниз, пролетая над местом захоронения отходов. На земле тонны мусора попадают в сортировочный комплекс. Здесь отбирают все, что можно потом отправить на переработку. Стекло, бумагу, пластик. В итоге из моря бутылок получаются такие аккуратные тюки. Вес одного тюка пластиковой бутылки порядка 200 килограмм. Вес одного пакета, одного тюка пакета, порядка 300-320 килограмм. И сейчас, в настоящий момент, они уже готовы полностью к отправке на переработку. Краснодарский край разделен на несколько зон, в каждой из которых будет работать единый оператор по сбору и утилизации отходов. На Белореченский полигон их привозят из пяти районов. За все время работы здесь накопилось почти полтора миллиона тонн мусора. Но после запуска новой сортировочной линии на свалка его отправляется в разы меньше. Губернатор рассказывает, что такой конвейер может обрабатывать до 200 тысяч тонн отходов в год. На прошлый год работало здесь 15 человек. И работала одна линия в одну смену. Сейчас количество человек, работающих на сортировке, уже 170. Мы работаем две линии 22 часа в сутки. Давайте так, по-простому. Сортировка начала работать с прошлого года, правильно? Активно. Да. Нарастили численность работающих до 170 человек. Совершенно верно. То есть теперь мы говорим о чем? Что теперь мусор не просто захоранивается, с точки зрения, вот привезли его валом, валами захоронили. Он сейчас сортируется, и то, что потом перерабатывается, вводится на переработку, а хвосты уже захораниваются. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Однако лимиты по приему отходов на полигоне сегодня практически исчерпаны. Площадка переполнена более чем в полтора раза. Продолжать просто собирать мусор и сортировать его дальше, не выход из ситуации, отмечает губернатор уже на совещании. Тем более, недавняя проверка Росприроднадзора выявила многочисленные нарушения в работе полигона, из-за чего он может быть закрыт. По решению суда. До какого числа у вас срок вам дан устранить нарушения, которые... 2-е, 2-е августа. Давайте так, если до 2-го августа, но они не будут устранены, то должны быть уже другие, которые это будут устранять. Проблема-то, она нарастает. В Белоруссии живут тоже люди. Тоже люди. И я тоже по отношению к ним хочу поступать по-человечески. Вот до 2-го августа, до 2-го августа, либо мы идем, и мы все видим, что мы идем, и уже, знаете, пыль должна быть под сапогами, как говорится. Либо пойдут другие. Должна быть системная, планомерная работа. Системная, планомерная. Когда прошло больше года, я ее не вижу. То еще раз подчеркиваю, люди абсолютно правы. При проектной вместимости 903 тысячи тонн по состоянию на конец 2020 года на объекте было размещено без малого 1 миллион тонн твердокоммунальных отходов. А по данным нашей лаборатории, в рамках проверки, которой мы сделали замеры, фактическая загружность полигона составила 1485 тысяч тонн, что в полтора раза превышает проектную вместимость. Всего в ходе проверки выявлено 27 нарушений природоохранного законодательства. Сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 186 тысяч рублей. В совещании, которое проводит губернатор, принимает участие прокурор края, руководители профильных ведомств и общественники. В таком составе они уже встречались в прошлом году. Тогда было принято решение строить новый, современный полигон. Но за это время участок так и не был подобран. Найти компромисс и с жителями, и с экологами требует губернатор от своих коллег. Затягивать с решением проблемы больше недопустимо. А нам-то что делать? Что делать? Мне, как на мой ребенок, выходит вот так, говорит, а, воняет. И перебежка в машину. От министерства ТЭК и ЖКХ губернатор потребовал переформатировать подход к своей работе. К вопросу утилизации мусора нужно подойти более комплексно. Возводить мусоросортировочные и перерабатывающие заводы, а не пережидать решение проблемы на временных площадках. Никаких временных площадок не может быть. Никаких. Я знаю, что такое временное. У нас, знаете, есть такая поговорка. Нет ничего постояннее, чем временное. Все начинается с временного, и потом никогда не заканчивается. Еще раз подчеркиваю, никаких временных площадок для складирования мусора быть не может. И ни в каких документах, по крайней мере, оригинального уровня они предосмотрены. Не будут иметь на подпись, прошу, ничего подобного не приносить. При новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами на Кубани ставку делают на переработку мусора, а не на его захоронение. Такой способ утилизации уже попросту устарел. При сортировке рядом стояли те предприятия, цеха или мастерские, или я там не знаю, как их назвать, которые бы занимались переработкой. Вот о чем сегодня говорили. Поставьте рядом тот, кто будет шины демонтировать и перерабатывать, кто будет пластик этот переплавлять или что-то делать. То есть не надо их возить туда-сюда. На этом же полигоне сразу поставьте предприятия, которые будут заниматься сразу переработкой. Встреча получилась откровенной и без лишних обещаний. Глава региона только обозначил сроки, к которым должны быть подготовлены конкретные предложения по строительству нового полигона. В течение недели следующей мне нужен алгоритм, конкретный алгоритм, когда 1 сентября мы должны приступить к коллеге, как хотите. Выезжайте в Москву, что угодно делайте. Проектируйте ночью. Но мы должны приступить к строительству нового полигона. Либо, по крайней мере, понимать, на какой стадии мы находимся, чтобы реально сказать жителям, что у нас. Но это должно быть не просто обещание, а конкретика, подтвержденное уже конкретными документами. В течение недели, в следующей неделе. Я жду от вас этого алгоритма. Дальше я сориентирую. Кубань – регион густонаселенный. Найти место для строительства подобных площадок достаточно сложно. По поручению губернатора в крае также подготовят закон о преференциях для жителей тех населенных пунктов, которые расположены вблизи новых объектов ТКО. Это, к примеру, мусороперерабатывающие заводы и мусоросортировочные площадки. Яна Бузычкина, Вадим Волков, Антон Березин. Кубань, 24. Белореченский район. Тема мусоропереработки для нашего региона действительно актуальная. Каждый год в крае генерируется более 17 миллионов кубометров твердых бытовых отходов. Получается, что каждый человек в среднем выбрасывает более 3 кубометров мусора. Население региона при этом постоянно растет, плюс гости. В курортный сезон приток людей в разы увеличивается, а вместе с тем и нагрузка на полигоны действующие уже через два года будут переполнены, прогнозируют эксперты. Так что выход один – строить новый. Сегодня на Кубани работает 13 полигонов, а чтобы покрыть нужды края требуется как минимум в два раза больше современных заводов с сортировкой и переработкой. К слову, одну из таких площадок уже определили в Тимошевском районе. Участок земли в 35 гектаров перевели в статус промышленной. Сейчас идут подготовительные работы. Добавлю, что Европа уже давно перешла к такой системе обращения с отходами. У них подобные заводы стоят в центре городов много лет, и никто из жителей не жалуется, понимая важность и нужность этих предприятий. Так что мера, проверенная временем и другими странами. И чем раньше мы начнем, тем быстрее поможем экологии и своему краю. Ну а выпускникам сейчас не до сортировки мусора. В Кубанской школах полным ходом идет подготовка к ЕГЭ. В 25 гимназии Краснодара 3 июня около 180 школьников будут сдавать экзамен по русскому языку. Для этого готовят около 20 аудиторий. В каждой особенная схема рассадки испытуемых, чтобы ребята не списывали и были защищены от коронавируса. Это жесткое требование к организаторам экзамена. Пункт у нас на самом деле большой. На практически всех экзаменах у нас будет не меньше 160 человек. Вот по рассадке, которую сейчас мы уже предварительно знаем. И плотно каждый день через день у нас экзамены именно в форме ЕГЭ. Порядка семи экзаменов мы в этом году принимаем. В предэкзаменационный период школьники переживают больше не за свое здоровье, а за то, какое задание им придется решать. Волнуются не только выпускники, но и родители. В какой-то степени ЕГЭ, наверное, и рулетка тоже, и удача. Мы не можем сказать и быть уверенными, что попадутся именно те варианты, которые мы прорешивали. Потому что бывает такое, что выпадают темы, которые ребенок не рассматривал в принципе. Или в школе не рассматривали, или с репетитором не прорабатывал. Поэтому переживаю за это. 31 мая для выпускников ожидают первые итоговые испытания по географии, литературе и химии. 3-4 июня они будут сдавать русский язык, а 7-го – математику. Новая школа и детский сад в следующем году появятся в Туаптинском районе в селе Ольгинка. Больше 300 дошкольников и учеников получат места в новых учреждениях. Пока одни ждут окончания строительства, другие уже активно работают. Это специалисты сосудистого центра, медики, амбулатории и кабинет врача общей практики. Все они уже принимают пациентов. Анна Менькова побывала на всех этих объектах с рабочей поездкой в Туаптинском районе. Просто я же видела совсем другое здание. Отлично, как родители, они встретились к этому. Как слабые. Новоселье и последний звонок в этой небольшой школе в селе Молдавановка отметили одинаково радостно. Сейчас ученики на каникулах, старшеклассники, их педагоги на экзаменах. Поэтому в коридорах непривычно тихо, а в кабинетах пусто. Но удивило гостей из Краснодара совсем другое. Это уют и красота в новых стенах. Еще два года назад на этом месте стояло обветшалое здание в аварийном состоянии. Солидным у него был только возраст – 100 лет. Были отремонтированы все кабинеты. Стены, кровля. Второй этаж был надстроен. Появилась огромная библиотека. Подведен интернет скоростной ко всем классам. Такой апгрейд векового старожила позволил избавить школу от второй смены. К тому же здесь появились и такие кабинеты, в которых дети могут с удовольствием задержаться после уроков. Здесь же они все проекты школьные делают. Здесь же шахматы в школе у них. То есть получился вот такой центр. Все ремонт, все. На капитальный ремонт объекта было потрачено 20 миллионов рублей. Своего новоселья ждут и ученики в соседнем селе Ольгинка в школе номер 19. Число ее учащихся растет так же стремительно, как и количество жителей в населенном пункте. Поэтому вопросы пристройки к учреждению местные власти уже решают. В следующем году на этом асфальте можно будет увидеть корпус на 125 мест. Со своим актовым залом, пищеблоком и даже спортплощадкой. Строители обещают вице-губернатору не подвести со сроком работы. Уже в следующем году сдать объект. Дети должны получить качественные объекты, где им будет комфортно, где они будут получать знания, где будут показывать хорошие результаты. Но стены, как ни странно, тоже много значат. Как это все вы построите и самое главное, ложитесь в сроки, для нас это принципиально важно. Если тут стройка начнется со дня на день, то по соседству через несколько кварталов уже кипит работа. Это котлован под детский сад, своеобразная революция для села. Он станет первым в истории населенного пункта. Принципиальная позиция с 2018 года была. Некий стройок пока не будет здесь садик. А проект делали они сами? Да, они делали сами. Они проводили экспертизу отдельно, прошли госэкспертизу. Все, уже представили проекты. Вот мы им выдали разрешение на строительство, они поступили к работе. А пока родители вынуждены отвозить ребят в сады соседних населенных пунктов. Судить о том, каким будет первый садик в Ольгинке, можно по макетам дизайнеров и архитекторов. По проекту он рассчитан на 125 мест и будет сдан в 2022 году. Следующая точка на карте рабочей поездки – это медицинские объекты. Во время пандемии в поселке Новомихайловском в Центральной районной больнице номер 2 организовали пункт вакцинации. На месте, где раньше стоял никому не нужный старый вагон, за 4 месяца выросло красивое современное здание. Здесь прививаются жители из разных населенных пунктов района. В сутки примерно около 40 человек. Есть жалобы от людей? Как переносят в принципе? Вы знаете, люди в основном очень довольны. Первые 2-3 дня отмечают температуру. Я всегда говорю, вы знаете, это хорошая реакция на то, что вас вакцинировали. Это вырывается хороший иммунитет. Люди уходят довольны. Никаких осложений, сколько я наблюдаю, правда не видела. Нет жалобы у пациентов кабинета врача общей практики в селе Огой. Здание открыло свои двери в конце прошлого года. Пациенты сразу ощутили приятные перемены. Поменялась ситуация по сравнению с той амбулаторией, которая была дырена? Была сырость и темнота. Здесь сразу светло, сразу уют, сразу и отношения, кажется, совсем другое. А это уже региональный сосудистый центр в Туапсе. Он стал в крае десятым по счету. Его открыли в феврале этого года. Здесь он был жизненно необходим. Ведь раньше всех тяжелых пациентов везли в клиники Краснодара. И врачи теряли драгоценное время на дорогу, а не на спасение пациентов. Появилось у медиков и высококлассное оборудование. Ангиограф, аппараты ИВЛ и УЗИ. И все это сделало Туапсинский сосудистый центр местом притяжения для работы специалистов из ведущих клиник страны. Таких, как Александровская больница Санкт-Петербурга. Что стало все-таки основным для вас стимулом, мотивационным? Почему вы выбрали Туапсе в качестве места работы, места жительства? Что главное было ключевое? Это то, что здесь вы получили жилье? Или то, что появилась возможность работать в других новых для вас условиях? Да, профессиональный рост в первую очередь. К этому центру прикреплено 145 тысяч жителей Туапсинского района и еще часть из Лазаревского района Сочи. За 4 месяца работы врачи уже выполнили более 250 обследований для лечения ишемической болезни сердца. Район очень протяженный и огромное количество населенных пунктов находится в горах. Да, там живут незначительное, допустим, количество жителей. Но отсутствие социального объекта может привести к тому, что населенный пункт рано или поздно перестанет существовать. Поэтому, конечно, мы должны всегда думать об этом. Это должно быть первоочередной нашей задачей сохранить в таких населенных пунктах жизнь. Поэтому школа, детский сад, либо амбулатория врачебная, либо офис врача общей практики является иногда ключевым для принятия решения тем или иным человеком оставаться здесь, либо не оставаться. Поэтому Туапсинский район в этом смысле, конечно, особенный. Развитие медицины и образования в районе стимулирует прирост местного населения и делает его жизнь в целом комфортнее. Нина Львосконянца, Миргачаев, Денис Горбунов, Кубань-24, Туапсинский район. Свой большой зрительный зал появится в Туапсинском театре. Там сейчас идет капитальный ремонт. Ход работ также проверила вице-губернатор Анна Менькова. На сцене труппа сможет воплотить новые творческие проекты и принимать у себя приезжих артистов на гастроли. Новый зал будет рассчитан на 260 зрительных мест. За последние пять лет из бюджета всех уровней на покупку оборудования, постановку спектакля и ремонт было направлено более 33 миллионов рублей. Но этой суммы для завершения стройки не хватило. Чтобы выйти на финишную прямую, руководству театра необходимо еще 13 миллионов рублей. Здесь федеральный нацпроект, там есть определенные условия. Условия – это реконструкция. У них здесь капремонт. У нас же есть своя программа, можно по своей повести. Хорошо, мы рассмотрим. Значит, посмотрите сейчас деньги. Если есть где-то излишки, которые вы видите сейчас, их надо доформировать, соответственно, сюда. Надо тогда будет в этом году дать денежку, чтобы они что-то начали делать. Ну а пока гостей театра юного зрителя артисты принимают в малом зале. Сейчас труппа готовит постановки для детей к первому июня. Жаркая битва на холодной Неве. Однако это Краснодар. Реконструкцию легендарного сражения близ поселка Усть-Ижора воссоздали на территории храма Рождества Христова. Представление посвятили высадке шведского войска в июле 1240 года. Русской дружиной тогда командовал молодой князь Александр Ярославич. Его армия вступила в схватку со скандинавским отрядом. В динамичном спектакле приняли участие около 350 человек. Это не только студенты, но и настоящие актеры с большим опытом. На историю изнутри взглянула Алина Сорокина. В начале 13 века Русь оказалась между двух огней. С одной стороны пришли монголо-татары, с другой шведы, немцы, датчане и армии других стран. Конечно, все хотели захватить новые территории, используя слабость Киевской Руси. В 1240 году началось нашествие Батыя. За этим событием пристально следил шведский король. Он решил выступить на Новгород, как на крупный торговый центр. Лето 1240-го выдалось для новгородцев непростым. Возле берегов появилась скандинавская флотилия. Если верить русским летописцам, то кораблями и десантом руководил Биргер Магнусон, зять шведского монарха. В нашей реконструкции роль антигероя сыграл артист балета Юрия Григоровича. Он не первый раз выступает на стороне плохих ребят. Как и на сцене, я в основном играю отрицательные роли в балетах. Мне не привыкать. И мне досталась такая потрясающая роль шведского полководца Ярла Биргера Магнусона. И мне очень нравится эта роль. Перед съемками немножко пробежался по истории. Интересно было узнать про персонажа. При войске были и идейные вдохновители, католические священники во главе с епископом. Папские пастыри хотели после победы, в ее исходе они не сомневались, насильно крестить местное население. Но по католическим канонам актер ролью проникся, хоть слов в ней и нет. Жестикуляцией, мимикой, жестами совсем вот этим вот помогает. Просто даже походкой стоять ровненько, красивенько. Обычный человек, он устало стоит. Тут надо быть потянутым, как священничек. У всех своя правда. У них была своя правда. Они хотели захватить, да. Но они хотели это сделать по благо для своей страны. Первым в стоянку рыцаря обнаружила береговая стража Ижоров. Их староста Пил Гуси незамедлительно рассказал об этом новгородскому посаднику. Это очень важная роль не только для этого мероприятия, но и для меня. Я получил огромное, огромное удовольствие. Я получил большой опыт работы в таком большом коллективе, в очень большом коллективе, в массовых сценах. Персонаж сообщает очень важную весть для Александра Невского, которая в итоге спасает всю Русь. Хотя шведы и не скрывались, самоуверенные скандинавы послали княжевшему в Новгороде Александру «Дерзкое послание. Я уже на земле твоей. Если сможешь, то протився мне». Молодой правитель не стал медлить, созвал вечевой сход. Решено было действовать. Невский, конечно, центральная фигура реконструкции. На нем держится все повествование. Кстати, в роли Александра актер, который сыграл Петра Великого на Олимпиаде в Сочи в 2014. Попытаться отразить его силу духа, его способности соединить, поднять русский народ на борьбу с недругами. Попытаться все это выразить. Несмотря на то, что ему 19 лет, у него огромная сила воли, сила характера и возможность убеждения. Под покровом тумана дружина напала на лагерь противника. Лучники обстреляли шатры шведов горящими стрелами. Началась паника. Русские ратники ринулись на врага и началась сеча. В разгар битвы Александр не остался в стороне, а сражался на равных со своими людьми. В самый разгар яростной сечи сошлись два предводителя противоборствующих сил. Новгородский князь и будущий правитель шведского королевства Бирк. Оказавшись без предводителя, шведы не смогли оказать организованного сопротивления. Русская дружина прошла сквозь вражеский стан и погнала шведов к берегу. А полученцы даже смогли захватить и уничтожить три вражеских судна. Не выдержав натиска, рыцари бежали на уцелевших кораблях. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. За отвагу и личную храбрость в бою Александр и получил почетное прозвище «Невский». Блестящая победа тогда имела огромное политическое и моральное значение. Цель сегодняшней реконструкции заключается именно в том, чтобы те участники, студенты, молодежь, которые были реальными участниками Невского сражения, почувствовали себя наследниками святого благоверного князя Александра Невского. Чтобы они вспомнили, что это был глубоко верующий человек, который говорил Бог не в силе, а в правде. Участие в реконструкции приняли более 300 человек. В основном это студенты ведущих кубанских вузов. Я играл в шведах. Мы, конечно, проиграли, к сожалению. Хотели сделать альтернативную историю, не получилось. Но мне понравилось, потому что это такая и тренировка, и интересно участвовать, быть как будто частью исторических событий, хоть это было и по нарожку. Ну и с друзьями выехать вот так просто. Это действительно нужная вещь в плане того, что молодежь на самом деле очень плохо знает свою историю, свои корни, и нет преемственности поколений в данный момент. И это очень хорошее начинание, на мой взгляд. В этом году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца. Русская православная церковь канонизировала Александра Невского в лике благоверного князя, прославив в равной степени как их воинские доблести, так и подвиг кротости и терпения. Алина Сорокина, Влад Захаров, Евгений Безруков, Кубань, 24, Краснодар. В Краснодаре задержали мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку. Мы показывали видео, на котором школьница, заметив преследователя, не пошла за ним в подъезд, а пропустила мужчину вперед. Злоумышленника зафиксировали камерой видеонаблюдения. Сейчас с ним проводятся следственные действия, сообщил Краево ИСК. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В соцсетях обсуждается версия о том, что он, предположительно, проводил семейные и детские фотосессии. Напомню, сегодня правоохранители обратились к родителям Края с просьбой беречь детей. Если у ребенка имеются опасения, то необходимо незамедлительно позвонить своим родителям либо по номерам телефонов экстренных служб 102-112. В случае возможного преследования со стороны неизвестного необходимо убежать, при этом криками громко позвав на помощь. При подобных ситуациях в подъездах жилых домов также можно нажимать на квартирные звонки, стуча по входным дверям. В Краснодаре участились случаи, когда неизвестные прохожие пристают к детям под разными предлогами, пытаются заманить их в укромные места и даже угрожают оружием, пусть и травматическим. Именно таким образом в Комсомольском микрорайоне мужчина завел двух 15-летних девочек на территорию детского сада. Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара Следственного комитета России по краю возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Злоумышленник совершил в отношении девочек преступление сексуального характера. О произошедшем потерпевшие рассказали родителям, которые сообщили об этом в правоохранительные органы, и фигурант был задержан. Правоохранители напоминают родителям о необходимости круглосуточного контроля и сопровождения детей. В Краснодаре приступили к укладке дорожного покрытия на дальнем западном обходе. Подрядчик планирует обновлять по 300 метров трассы в день. Мощность техники позволяет ежедневно производить до 4000 тонн асфальтобетонной смеси. На 20-километровом участке уже подготовлена основа и выравнивающая прослойка дороги. Для долговечности предусмотрено трехслойное покрытие. На стройке трудятся 350 человек и 150 единиц техники. Грейдеры, укладчики, экскаваторы и самосвалы. У нас технология устройства сальтобетонного покрытия без холодного стыка. То есть горячий шов, так называемый, получается. То есть можно сказать, что технология бесшовная. Идут два укладчика, сразу укладывают на всю ширину проезжей части. Вот поэтому у нас продольного шва на проезжей части нет. Это у нас исключает возможность расхождения покрытия. Не появляются трещины, в соответствии, потом туда не попадает влага и не разрушается покрытие. Окончание работ запланировано на конец 2023 года. Дальний западный обход должен увезти транзитный транспорт и разгрузить участок Краснодарской дороги М4. Благодаря этому улучшится экологическая ситуация в краевой столице. Сократится время пути к черноморским курортам Северного Кавказа. Проще будет проехать и к Крымскому мосту. Мы продолжаем первый инклюзивный праздник «Город дружбы» прошел в краевой столице. В Чистяковской роще для детей с особенностями в развитии выступали творческие коллективы. Открылась ярмарка, были организованы зоны отдыха и спорта, тематические мастер-классы. Генеральный спонсор праздника – страховая компания «Согласие». О том, что нужно, чтобы в солнечный день праздник стал еще ярче, в следующем сюжете. Вместе с мультяшными героями делали зарядку и танцевали от души дети, для которых быть принятыми в обществе – жизненная необходимость. Городские власти придумали для детей этот праздник и планируют сделать его ежегодным. Нам сегодня предоставлена возможность жить. И самое главное еще, что каждый из нас, взрослый человек, может оказать помощь и поддержку тем детям, которых я сегодня здесь вижу. Я уверен, что этот праздник, который сегодня у нас проходит, он теперь будет проходить у нас на регулярной абсолютно основе. Важное событие стало возможным благодаря совместным усилиям города, благотворителей и бизнеса, который берет на себя ответственность, помогая в организации мероприятия. Мастер-классы, игры и общения, которого так не хватает в обычной жизни, ребятам обеспечивают волонтеры – сотрудники компании, ставшие генеральным спонсором праздника. Особенным детям необходим профессиональный подход. В Краснодаре нам посчастливилось стать партнером этого замечательного проекта, который называется «Город дружбы», в рамках которого мы помогаем организовать мероприятия для детей с особенностями развития. Очень здорово, что именно наши сотрудники готовились к этому, проходили какое-то обучение для того, чтобы быть волонтерами на этом мероприятии. И тоже иметь возможность самим работать с такими людьми. Страховая компания «Согласие» занимается благотворительностью 27 лет и создала свой проект «Команда доверия», в рамках которого сотрудники помогают не только детям, но и пожилым людям, бездомным животным, участвуют в экологических акциях и днях донора. Говорят, что поддерживать людей в сложной жизненной ситуации – это призвание. Сотрудники все наши настолько вовлечены в этот процесс, нам настолько понравилось участие в таком празднике. Вне зависимости от того, что будет праздник вот таким масштабным, глобальным, сотрудники компании обязательно будут помогать детям, обязательно будут с ними мероприятия проводить и вот помимо такого глобального какого-то действия. Пока одни сотрудники помогают ребятам находить новых друзей, другие облагораживают территорию самого парка. Вооружившись кисточками, они самозабвенно красят забор, высаживают деревья и вешают домики для белок, доказывая делами, что социально ответственный бизнес может предложить не только деньги. Без него вообще быть ничего не может, потому что здесь власть выполняет свою функцию, как координатора, скажем так, тех направлений, в которых нужно поучаствовать. Социально ориентированный бизнес, тот, так сказать, сильный бизнес, должен, безусловно, принимать участие в этих направлениях и, естественно, доказывать еще свою социальную направленность. Краснодар – столица многонационального края, где понимают и уважают различия людей. А значит, это самый настоящий город дружбы. Оксана Андреенко, Алексей Романов, Кубань-24, Краснодар. Высокую планку взяла Анапа. Девять дней город с размахом отмечал старт курортного сезона. Там дегустировали вино, слушали джаз и, конечно, поднимали в небо всех желающих. Шоу воздушных шаров стало яркой деталью праздничной программы. На побережье приехали и знаменитости звезды, до которых отдыхающим было рукой подать, и прощальный полет о море Феста, который прошел, но обещал вернуться и уже следующим летом. В сюжете Наталья Ястребова. Море, песчаный пляж. На часах 5.30 утра Ашар Россия уже готов принять на борт музыку. Игорь Бутман берет с собой в полет саксофон и чувство юмора. Доброе утро, Бусечка. Привет, Сеоргий. Я тебе потом в завещании написал, что нормально. Уже в воздухе он как бы между делом поинтересуется, сколько газа съедает шар в полете и сколько баллонов в наличии. Все-таки не тройка с бубенцами. Над Пионерским проспектом, который традиционно примет основное туристическое нашествие отпускников, звучат прощальные аккорды. А накануне грандиозный концерт знаменитого джазмена гремел на театральной площади. Ни одного свободного лежака, аншлаг. Классические композиции и оригинальные версии современных шлягеров, которым зрители с удовольствием подпевали, а кто-то и пританцовывал. Море джаза, море вина и просто море. Идею нового анапского феста похвалил шоумен Дмитрий Дибров. Ему доверили ответственную миссию повышать культуру питья на побережье. Участники викторины, кто хочет стать самимиллионером, разбирались в том, что такое вина нового света, узнали, какие сорта янтарной ягоды выращивают в разных регионах и постигли некоторые тонкости производства. Чем характеризуется уксусное сгизание вина? Уже спустившись со сцены, звезда отечественного телевидения ностальгировал, вспоминая семейный отдых главной детской здравницы СССР. В Анапе песок. Оп! Это такая фантастическая вещь, что ничего, что Анапа вся была застроена одноэтажными фанерными азиатскими киосками. Это ничего, что купи три шаурмы, собери котенка. Главное, что нельзя поменять, это что песок на Анапском пляже. И вот теперь прошло 10 лет. В Анапе здорово развивается все то, что принадлежит всем. Аллеи, парки, пляжи. Посмотрите, как пешеходные зоны на наших глазах становятся очень-очень современными фешенебельными. Это благоустройство гости Анапы могли обозреть и с высоты птичьего полета. Над морем то и дело взмывали воздушные шары. На пляже предлагали бюджетный 10-минутный подъем на 30 метров или свободное часовое путешествие для двоих. Молодожены Анатолий и Вероника в воздухе поклялись друг другу в верности. Сделать это им не помешала даже гроза, которая сотрясала город за несколько часов до церемонии. Шли мурашки по коже. Было необычно. Столько людей, все такие радостные, счастливые. Да, и организаторы очень постарались с этим шаром запустить, потому что из-за погодных условий. Мы им очень благодарны, потому что мы так расстроились сначала. И слава богу, что все получилось. Всего на фестивале запустили больше 30 аэростатов. Самый знаменитый приберегли к финальному дню. На счету России перелет через Эльбрус, Керченский пролив и рекордная высота в 10 тысяч метров. И вот исторический шар на площади пающих фонтанов в Анапе. Сейчас я его подогреваю, температура повышается, он становится легче воздуха, как пузырек в бутылке с газом. И начинает уходить вверх. А море Пест – высота, которую Анапе предстоит удержать в наступающем летнем сезоне. К нему тщательно подготовились. Продумали и ребрендинг, пляжи в белоголубых тонах, и благоустройство новых прибрежных территорий и безопасность. Впервые в этом году любители заплывать за бойки будут выручать дроны. Коптеры планируют привлечь для адресной доставки спасательного круга. А пока разбирали декорации фестиваля, один из таких помощников следил за прощальными аккордами под шум прибоя и огненного сердца той самой России. Фестиваль, который на Кубани уж точно побил рекорды популярности, в Анапе планируют сделать ежегодным. Наталья Ястребова, Кубань-24, Анапа. Ну вот такие вот факты у нас. А ко мне в студию уже присоединились мои коллеги Елена Лефирова и Мария Фалькова. Добрый вечер, девушки. Лен, у меня прогноз от себя. Буквально на два дня. Я так понимаю, что будет пасмурно. Возможно, даже дожди. Не отбираю ли я хлеб у тебя? Все правильно ты сказала. Действительно, будут дожди. Действительно, понизится немного температура. Но это даже хорошо, потому что все равно будет тепло и хорошо. Согласна, что тепло и хорошо. Это лучше, чем наша 40-градусная жара, которая еще предстоит. Маш, как ты считаешь, как спортсменам такое пасмурное лето? Ань, ну я не такой прогнозист, как ты. Не знаю, как насчет пасмурного лета, пока у нас весна. А, да? Просто я уже всеми мыслями о лете, я о нем мечтаю. Ты меня прям расстроила, что еще весна. Ну, впереди, наверное, расстрою еще немножко. У нас впереди не самые радужные новости спорта. Не так много побед, как хотелось бы. Но что делать, как есть, так есть. Ну, что скажу, поражение – это тоже опыт, причем иногда очень важный для всех. Поэтому обязательно посмотрим новости спорта. Они буквально через несколько минут, как прогноз погоды. Дождитесь, а я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. Добрый вечер. Если вам хочется просто надеть что-то легкое и пойти гулять, это по-прежнему возможно. Только берите с собой зонтик, чтобы не промокнуть. Что именно приготовила для нас погода, покажет снимок со спутника. Совсем недавно весь край с головой нырнул в жаркий май. И многие уже даже успели открыть купальный сезон. Но, увы, ничто не вечно под луной. Тем более, если речь идет о погоде. В крае разыгрались дожди. Причем не только Кубань в их власти. Европа и, в частности, Великобритания и Германия также под влиянием циклона, который принесет осадки. Сегодня синоптическая ситуация в крае будет определяться периферией циклонического вихря, который, как говорится, окружен, но пока не сломлен. И эти массы сделают погоду несколько пасмурной, да и температурам не дадут подняться выше определенных значений. Но во всей этой истории есть и положительный момент. На севере над нами очень удачно расположился антициклон. И в зоне его действия потоки воздуха двигаются по часовой стрелке. В то время как восточнее Кубани холодные воздушные массы закручиваются в совершенно другом направлении, против часовой. Это приводит к тому, что на территорию Кубани закачивается воздух с запада и с юга запада. Теплый и приятный. Поэтому даже несмотря на осадки у нас будет достаточно тепло. В целом по Краснодарскому краю переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь. Ночь и утром местами туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный четверти 6-11 метров в секунду. На участке Анапа-Геленджик местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воды в Черном море 16 градусов тепла, в Азовском чуть теплее 19 градусов выше нуля. Ну а теперь подробнее о температурах. Приносимся с вами на карту края и посмотрим, что же на Востоке нас с вами ожидает. В Тихорецке плюс 20 градусов, в Кропоткине плюс 22, в Армавире плюс 20, так же как и в Тихорецке и идут дожди. В предгорных и горных районах в Майкопе плюс 18, от Радной еще холоднее плюс 15, в Мостовской плюс 17, в Абшаронск плюс 19. Также, да, идут дожди. Переносимся с вами на север, в центр и на запад нашего края. Посмотрим, что же там по температурам нас ждет. Там не жарко, скажем так. Ейске плюс 20, в Приморск-Ахтарск столько же, в Кучевске плюс 23, но так же идет дождь. В Тимошевске плюс 20 и так же осадки, на западе в Тюмрюке не будет дождей, но плюс 20. Крымск плюс 20 и идет дождь. Переносимся с вами на Черноморское побережье. Тем, что же там по температурам нас ждет, а там холоднее, чем везде. Плюс 17 в Сочи, идут дожди, в Туапсе плюс 18, также осадки, Геленджик плюс 17 и дождь. Новороссийск без дождя, но 17 градусов тепла. Посмотрим, что же в краевой столице нас с вами ждет. Переносимся в Краснодар. В Краснодаре утром плюс 19, днем плюс 21 и вечером плюс 17. Осадки продолжатся весь день, как вы можете наблюдать. Ветер очень умеренный, юго-западных, западных направлений, но давление в пределах нормы. На этом у меня все о погоде. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся. Далее эфир продолжит «Факты спорт». Спасибо. Спасибо.